А пока пойдем в второй проект, Simple Invest, с медленным проскопом. С его командой тоже будет задать свой партнер. Ребята, за, я пошла чуть-чуть по сдержанию, хорошо, тишине, у меня такой фул немного идет. И еще можно маленькое объявление, только пока подошло. Маленькое билет для членов жюри. У вас есть ведомость оценки проектов, в котором вы оцениваете проекты по трех основных показателям. И это, кстати, тоже важно знать всему зону. Первый показатель – это выночная перспектива, собственно, коммерческая привлекательность проезда. Второй показатель мы для себя называем «фаруэффект», то есть то, что удивило инновационность этой технологии разработки. И третье – это инвестиционная привлекательность. Собственно, голосовой рублен, дали бы денег или не дали бы денег. Мы оцениваем победивальный шагер. Собственно, потом, в следующем же время, уже будет структа, дальше пройдем, как выбирать нужно. Дима, удачи в целом проекте, Simple Invest. Спасибо большое. Всем добрый день. Меня зовут Дима. Команда Simple Invest – это простой, удобный инструмент для инвестирования на бюхи. Я напомню, что начиналось все два дня назад. С того, что мы сходили в Планетарий, решили инвестировать в звезды, точнее, в звездные компании. И за эти два дня мы решили это реализовать. Скажу сразу, что сегодня я уже ходил на Star Wars и, в принципе, в звезды проинвестировал. И с нашим продуктом купил пару инвестиционных приложений. Мы начали с того, что не стали разрабатывать продукт, а посмотрели, нужен ли он кому-то. Оказалось, что в России 97% населения не имеют инвестиции. Это весьма низко для любой развивающейся страны. В них процент инвестиций порядка 20-25. Это не говоря уже о Америке, которая гораздо выше, более 50% количества людей, которые инвестируют. Мы провели опросы. Оказалось, что люди, которые не инвестируют, делают это потому, что отчасти все трудные процедуры, которые есть и в группе, их оттругивают. Мы выделили две группы людей. Те, которые уже инвестируют, для них мы выявили, что им нужен простой, удобный инструмент. И для тех, кто не инвестирует, им нужен простой инструмент для входа на рынок. Мы посмотрели, для тех, кому мы делаем этот продукт, для бизнеса. Оказалось, что рынок стоит на месте. Надо понимать, как мы и откуда будем брать новых клиентов. Поэтому мы считаем, что для бизнеса это актуальная проблема, которую мы решаем. Мы узнали основные показатели деятельности бронерских компаний, чтобы рассчитать нашу финансовую модель, о ней я скажу чуть позже. И отсюда мы сделали вывод, что мы решаем проблему пользователя, как сохранить и приумножить капитал, и решаем проблему бизнеса, как привлечь и удержать клиентов. Для этого мы разработали мобильное приложение, которое позволяет удобно и просто инвестировать в ценные бумаги, покупать их, мониторить инвестиционный портфель, отслеживать риски и статистику по нему. Рынок большой, основной конкурент на нем это Ровенблуд, американские мобильные приложения, которые работают уже в Америке и Австралии. У них нет законодательных норм, чтобы работать и в Европе, и в России. И на него мы смотрели, а это не говорили, безусловно. Преиментное преимущество над ним мы видим в юридической схеме, которая позволит и в России заказывать он-демант у брокера ценную бумагу. Мы хотим привлечь на рынок новых клиентов, которые ранее не инвестировали. Безусловно, мы хотим отчасти отбывать клиентов и конкурентов, но наша основная цель – это привлечь более 90 тысяч клиентов за счет удобного инструмента, что означает высокую прибыль у брокера. С нами нужно сотрудничать, потому что мы имеем эту потрясающую идею простого удобного инструмента и команду, которая за это время смогла сделать портфель, реализовать его, и он уже рабочий. Вот она команда, у нас есть разные компетенции. Мы, в принципе, достаточно давно возглавливаем мобильные приложения, участвовали в таких проектах, как ДРМ-банк, Тануки. И сегодня, уже сейчас вы можете оставить на сайте свои данные, мы пришлем вам приглашение, когда выйдем в продакшн. Спасибо большое за внимание. В конце, если можно, запустить видео. Там наш инструмент. Я сейчас вам покажу, что мы сделали за эти два дня. И буду рад услышать и ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. На самом деле, закончить я забыл, чем хотел-то. Два дня назад я ходил в Планетарий, сегодня я ходил на Старвакс. Я надеюсь, что совсем скоро мы будем инвестировать в компанию, которая позволит мне сходить на Луне. На Луну. И я в это верю. Спасибо, Дмитрий. Я опять как скептик рыночки. Народ не инвестирует не потому, что нет положения. Не потому, что профиль на Луне. Мне кажется, что люди инвестируют в деньги, просто не в население. Да, и тех, кто... В средний чек 29 миллионов вы покажете. Да, понимаете? Это текущий рынок, мы не понимаем. Хорошо, просто подумайте о том, что потребитель как поведение выходит за рамки IT-технологий. Просто человек не инвестирует в то, что не инвестирует. Белгоша 15 лет назад писал, как так, «Корсовую в бизнес-школе». Как раз изучали фонд ЛРН России. Что-нибудь поменялось практически за эту репь. В целом, да, у нас такой особенный нарубник, что у нас в другом экономике развивается. Хорошее выступление, спасибо. Спасибо вам за хороший вопрос. Я его не услышал, но я попробую вас заметить. Хорошо? Можно я как раздобью и задам вопрос? Вы думаете, что Робин Гуд сюда не уходит, потому что не смог придумать отличать от нас юридическую схему? Нет, я думаю, что... Вы обозначили, что ваше ключевое конкурентное преимущество в другом будущем, что вы придумали юридическую схему. Я вас уверяю, что они уже схемы придумали очень давно. Просто, например, в России неинтересно. Возможно. Замечательно. А если другую неинтересно, они ровно с той же юридической схемой, которую вы, конечно, не сможете себе фондователю на ключе защитить. Вы идут на рынок с гораздо большим предложением и сонных инструментов, чем у вас с историей. Поэтому я не вижу, как бы, в общем, число сном. Хорошо. Так, вопрос был в том, что... В чем ваше конкурентное преимущество на другом будущем, кроме юридической схемы? В принципе, вы же уверите, что вот это ваше преимущество, которое вы обозначили, у вас сократнее защитить, если друг другу не будет интересно. Нет, уверен, что... Ну, в любом случае, текущее преимущество в том, что они не вышли на рынок, и будет игрок, который выйдет явно на рынок. Да, это понятно всем. Давайте я попробую сразу два вопроса ответить. Первый вопрос, я все-таки начну в тот вопрос, потому что... Ну, они разные на самом деле. Первый вопрос это то, что реальная проблема у людей, что у них нет денег. Это действительно так, у большинства это так, но мы знаем, что есть количество людей, даже на российском рынке, которые обладают лишними деньгами, или кто-то думает, что это не так. Ну, то есть, есть некие люди, у которых есть деньги, которые они готовы инвестировать. И на текущем рынке они инвестируют. И, вроде, сам говорит о том, что мы общались с брокерами, с тобой, вот, три брокера, и они говорят о том, что эта проблема и для них актуальна. То есть, люди имеют деньги, но они отваливаются на этапе большой юридической проволочки. И... Сколько они отваливаются? Процент? 3 или 4 миллиона, они называются, человек. Сколько мы сможем из них конвертировать, мы пока не знаем. Но я думаю, что это процентов 20-30. Есть еще вопросы, жюри? На второе тоже ответить, да? Нет, давай улучшим. Робинбуд не выходит на рынок России, да, у нас есть ниша, как пока нет Робинбуд. Если Робинбуд выйдет, и у нас есть ряд законодательных инициатив, которые, безусловно, должны быть приняты, чтобы Робинбуд выйдет в том виде, в котором он есть сейчас. Комиссия безнулевая, да? Мы знаем, чем берет Робинбуд. Он действует на грани законов. Он не берет мобильным приложением, удобным инструментом. Он берет нулевой комиссии при торговле. И это его главное конкурентное преимущество. Вот чтобы реализовать это в российских условиях, нам надо изменить очень много законодательно эту инфраструктуру. Вот тогда он сможет выйти с нулевой комиссии на российской рынке. Спасибо большое, Дима. Благодарю. Благодарю.